А вот что уже круто развернуло украинский политический сюжет, так это без преувеличения охота детективов антикоррупционного бюро за Романом Насировым, главой фискальной службы. За этой судебно-медицинской драмой страна наблюдает уже четвертый день. Насиров на каталке путешествует по столице под конвоем то в одну больницу, то в другую, то в суд, то еще куда-то. Новости о нем тоже очень странные. То инфаркт, то операция, то уже ничего этого не было и просто немного повышено давление. В итоге ему даже меру пресечения избрать не смогли. А политики в Фейсбуке призвали выйти на акцию протеста к зданию суда. Первыми об этом написали нардепы Мустафа Наем и Сергей Лещенко. Их поддержали активисты и даже автомайдановцы. Много ли людей пришло на эту акцию? Где сейчас сам Роман Насиров? Узнаем у Елены Митясовой. Она весь день находилась в эпицентре в Соломинском районном суде Киева. Сейчас с нами на связи. Лена, приветствую. Спасибо тебе за работу. Скажи, что сейчас происходит у здания суда и где сам Насиров? Алексей, атмосфера у здания суда сейчас напоминает больше тусовку, чем действительно акцию протеста. Здесь собралось достаточно много автомайдановцев. Машинами они перекрыли все въезды и выезды из суда. Под судом намерены находиться здесь активисты до тех пор, пока суд не примет решение по Насирову. Под судом сейчас несколько сотен человек и люди сюда все время приходят. К тому же политики, которые сюда пришли, призывают в соцсетях своих сторонников присоединиться к ним. Где находится сам Роман Насиров? Вот здесь две версии. Одни утверждают, что он на одном из последних этажей зданий суда, а другие все-таки склоняются к тому, что его уже могли увезти. Полтора часа назад мы действительно видели, как два микроавтобуса с сотрудниками НАБУ покинули территорию суда. Спустя некоторое время вслед за ними дежурство оставило и скорая. Примечательно и то, что в здании суда не горит свет и такое впечатление складывается, что там одни остались охранники, которые также на все вопросы отмалчиваются. Впрочем, сами автомайдановцы и адвокаты Насиров утверждают их подзащитность здесь, в здании суда. Попробуем это выяснить. Алексей? Мы сейчас тоже попробуем выяснить. Спасибо, Лена, за работу. Это была Елена Митясова с нами на связи. Но вот смотрите, если Насирова могли увезти из суда, то, вероятнее всего, только в одно место, ставшее ему за эти дни уже очень хорошо знакомым, Феофанию. А там сейчас находится другой мой коллега, Ярослав Кречко. У него и узнаем, правдива ли эта версия. Ярослав, скажи, что говорят Феофании, там ли Насиров сейчас или нет? Да, Алексей, действительно, Феофания наиболее вероятное место, куда могут доставить Романа Насирова из здания суда. Тем более, вчера в больнице скорой помощи ему отказались его принимать и отправили по предыдущему месту лечения, то есть сюда, в Феофанию. Но пока здесь, скажем так, никаких внешних признаков пребывания отстраненного главы фискальной службы нет. Да и сотрудники больницы, охранники, с которыми нам удалось пообщаться, уверяют, что Романа Насирова здесь нет. Мы в любом случае остаемся здесь следить за ситуацией. Если что-то изменится, сможем об этом оперативно рассказать. Алексей. Ну, а мы сможем оперативно снова с тобой связаться. Спасибо, Ярослав Кречко был с нами на связи. Кстати, генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что в НАБУ поторопились вручать подозрения Насирову, да и вообще делать это ночью, это верный путь проиграть все дело. Что ж, мы продолжим разбираться во всех деталях этой очень запутанной драмы буквально через несколько минут после рекламы. Все-таки ведь интересно же, когда и где, да и чем закончится этот судебно-медицинский вояж главы фискальной службы.